Кажется, что все, что можно раскопать, уже давным-давно нашли до нас. Но вот он, позвонок крупнейшего шерстистого носорога, обнаруженного на каменных развалах прибрежной полосы, обитавшего на Кубани 10 веков назад. Или эти отпечатки древнего папоротника и обычной морской рыбки, найденные среди степных просторов Анапских полей. Все просто. Если вы увлечены историей, как Владислав Брусник, то вам, как говорится, и карты в руки. Церковно-приходская школа обычной кубанской станицы учила казачьим заповедям. Изучение географических атласов было также обязательным. И это просто потрясающий музейный экспонат. Вот очень-то уникальный экспонат. Это географический атлас 1938 года издания. Вот по таким атласам учились дети. И в этом атласе мы можем увидеть даже несостоявшуюся стройку Советского Союза. Татьяна Николаевна Сенькина – педагог, который специализируется по кубановедению. Она пишет экскурсионный лист музея, но всякий раз и сама восхищается тому, что открывает для нее музейные залы. Владислав Брусник со всеми своими экспонатами недавно переехал из Благовещенки в собственный дом в Виноградном. В открытые окна дует степной ветер. Звучит патефон, и ты перестаешь понимать, что находишься в 21 веке. Свадебное платье 1936 года из чистого крепдышина. Любая невеста не отказалась бы от такой красоты. Мы идем дальше. В нескольких залах экспонаты открывающие нам особенности казачьего быта, кухни, крестьянской утвари и бытовых предметов. Это поистину музей, из которого не хочется уходить. Хочется присесть на лавки и подумать. С открытием этого музея появилась возможность все то, что сохранили наши люди, наши труженики, наши ветераны войны, передать в этот музей на всеобщее обозрение, чтобы наша молодежь подрастающая, приходя в этот музей, знала нашу историю, ценила ее и ни в коем случае не забывала. Это и наши революционные времена, и время Великой Отечественной войны. И, как говорят сейчас, период советской власти, да, послевоенной. Это все наша история, не надо от нее отнекиваться, отказываться. Надо просто брать из нее лучшее и притворять нашу современную жизнь. А между тем, на втором этаже Большого дома все о войнах 20-го столетия. Потрясает немецкая газета времен Первой мировой войны. Удивительно, в ней есть место рекламе. Говорят, детвора, которая побывала в этих залах, не знают, что такое сифон или примус. А кто-то замирает в комнате 60-х. И это только начало. Будет еще и прилавок магазина времен социализма с галантереей. А во дворе блиндажи, окопы, полевая кухня с солдатской кашей. Но обедать лучше всего в пиццерии на дровах внизу. Многие, кто приезжает в Анапу, уже открыли для себя это заведение. Пицца тонкая, итальянская. Дело в том, что Надежда Пестрякова и в самом деле ездила учиться в частную пиццерию Верону и Милан. Саму печь оттуда привезли. Дрова наши. У нас дубовые дрова. На них очень хорошо выпекается пицца. Пробовали на лозе своей, но все-таки остановились на дубу. Вы знаете, мне даже Леонардо, который меня обучал, он не дожидал своей муки, с которой он выпекает. И я привезла ее сюда. Это у меня, как и называется, секретный ингредиент. Хотите работать вместе с музеем. Что вы предложите гостям музея? Для гостей музея мы их ждем, мы готовы их угощать своей продукцией, своей вкусной пиццей, своими кубанскими продуктами. У нас и салаты, и борщи кубанские. Свежие продукты сельского огорода. Ароматный дух дровяной печи. И пиццола наш доморощенный анапский. Полное доверие заведению. У меня образование повар-официант. Учился в ПТУ, в ПУ, 74. Музей только готовится к открытию. Но его атмосфера и люди, создающие здесь желание открывать новое, неизведанное, делают свое дело с душой. А мы очень рекомендуем. Субтитры создавал DimaTorzok